Всем привет. Меня зовут Максим. Я работаю в Тинькофф уже почти 4 года в команде SRE. В Тинькофф мы применяем и используем все техники SRE в своей работе. Сегодня хочу рассказать вам про принятие сервиса SSO. SSO это система единого входа. Single Sign On. В Тинькофф мы разрабатывали эту систему для удобства наших пользователей, чтобы, залогинившись один раз, они могли использовать все наши сервисы. SSO изначально разрабатывалось как proof of concept и разрабатывалось достаточно быстро и к нам перешел в достаточно сыром состоянии. Но сервис этот очень важный, очень нужный и имеет максимальную важность, потому что им пользуются все клиенты, не только банка, но и инвестиций, Тинькофф мобайл, еще и внешние клиенты есть. И у него очень большая нагрузка. На текущий момент она превышает уже 30 тысяч запросов в минуту. И понятно, почему этот сервис решили передать в семью SRE. Из чего состоит SSO в Тинькофф? Ну, можно сказать, что состояло, потому что мы многое уже переделали. Балансировщики на OpenRest. Десятки сервисов на скала. Все сервисы запускались в ранчер и в качестве баз данных использовалось Oracle и AeroSpike. И давайте подробнее разберем, что мы сделали и с какими столкнулись неизведанностями. Начнем с балансировщиков. Выбор OpenRest – это достаточно простое решение, потому что нужно было использовать Lua. Почему Lua? Потому что у разработчиков уже были наработки по работе Lua в качестве балансировки. И они использовали текущие наработки для упрощения своей разработки. Дальше, когда мы начали уже более глубоко изучать архитектуру, как работает балансировка, мы заметили такую странность, что была обнаружена цепочка балансировщиков, стоящих друг за другом. Вот такой вот небольшой legacy в современном новом сервисе. И когда начали разбирать, обнаружилось. Первый балансировщик – это хапрокси для терминации SSL. Потом следующий вагончик – это у нас OpenRest для распределения трафика по локейшнам. Еще один OpenRest, который… роутил обстримы в ранчере. Еще один OpenRest в докер контейнере в ранчере, который балансировал балансировщики. И еще балансировщики со статикой, которые отдавали уже статику. Также использовался консульт темплейт. Это замечательный инструмент. Наверное, многие знают его и используют. Он позволяет очень быстро в реальном времени практически вводить и выводить апстримы в engine с OpenRest и для других еще можно абсолютно дело его использовать. Но мы столкнулись с одной проблемой. Когда у нас больше 120 нод ранчера, на каждой ноде запускается по несколько копий какого-либо приложения, у нас генерировалось более, ну, несколько сотен апстримов. И OpenRest не всегда его перечитывал. Ну, это можно тоже самое сказать про engines. Потому что OpenRest — это тот же самый engines с добавленным уже в ло модулем. Просто даешь команду OpenRest перечитать конфигурацию, он говорит, что все перечитано, но проверяешь — ничего не работает. И это странно. Но, порывшись в интернете, есть вроде даже тикет, я сейчас точно не вспомню, у engines, что при очень большой конфигурации у него очень долго может и медленно перечитываться текущая конфигурация. Ну, в нашем случае она занимала иногда часов пять примерно. Вот. Поэтому нас это не устраивало. Почему это плохо? Данная работа балансировщиков, стоящих друг за другом, это увеличивает задержку. Потому что, проходя через каждый узел, запрос обрабатывался следующим балансировщиком. Это дополнительные точки отказа. То есть, чем у нас больше точек отказа, тем больше вероятность, что что-то будет и так, что-то может выйти из строя. Также мы столкнулись с отсутствием какого-либо мониторинга и логов на вот этой цепочке балансеров. Только логи были с основных, там двух, которые балансировали сами локейшены и обстримы. А дальше это была неизвестность. То есть, при возникновении какой-либо проблемы мы бы ничего не смогли узнать. Также, ну понятно, это сложности эксплуатации и конфигурирования. То есть, чтобы что-либо настроить, либо обслужить, нужно всю эту цепочку разгребать и смотреть, что там как было сделано. Что мы сделали? Мы распутали всю эту цепочку. Статику перевезли в S3. Оставили один балансер для SSL и один балансер для сервисов SSO. Настроили нормальное логирование и мониторинг балансеров. Сейчас я расскажу вам про сервисы сами, которые на вас написаны на скале и как они у нас работали и деплоились. Все приложения собирались разом. То есть, около 10-15 микросервисов. Они все одной командой собирались как монолит. Далее эти сервисы все имели одну версию. То есть, если меняется любой из микросервисов, сборка происходит всех микросервисов сразу же и всем микросервисам представляется одна и та же версия, даже если там ничего не менялось. Также деплой всех сервисов происходил одновременно и всех сразу. То есть, поднимался еще один стек в ренчере, куда поднимались все приложения и потом просто с помощью ручки переключался трафик сразу же с одного стека на другой. Ну, это выглядит немного не микросервисно. Что мы сделали? Мы поставили задачу на переписывание сервисов разработчикам, чтобы сервисы могли деплоиться по отдельности друг от друга и увезли сервисы в куб. Что у нас получилось? Теперь нам не нужно генерировать сотни абстримов через console template, потому что у каждого микросервиса в кубе есть своя ручка, за которую его можно дернуть, а дальше уже куб сам балансирует трафик. Не нужна луо-балансировка по той же самой причине, что у нас у каждого сервиса есть, за что его можно подергать. И приложения собираются деплоить. Сейчас у нас по отдельности можно нормально ввести версионированность приложений. Аэроспайк. В качестве хранилища используется в SSO. Это база данных Oracle и Аэроспайк. Аэроспайк – это очень быстрое хранилище, которое позволяет хранить данные как в оперативной памяти, так и на диске, и гибридный режим работы есть. Он очень быстрый и позволяет отдавать данные за долю секунд, миллисекунд бывает даже может отдавать. Аэроспайк – это одна из важнейших частей SSO, и к ней нужно было приложить больше всего внимания. И я более подробно расскажу с проблемами, с которыми мы столкнулись. И на примере вот одной ситуации из работы. Приходит нам алерт, что мало оперативной памяти на ноде. Бывает. Захожу на сервер ручками. Я еще иногда хожу на сервер ручками. Я старовер. Захожу в админку Аэроспайка и вижу, что потребляется память всего 13%. Думаю, как-то странно, но смотрю на самом сервере, что памяти-то нет, она кончилась. Аэроспайк съел свою оперативную память и сервер вот-вот уже скажет привет. Ничего не понимаю. Открываю конфигурацию Аэроспайка и вижу, что в конфигурационном файле указано, что memory size 176 гигабайт. А на сервере у нас всего 32. Вот такая занимательная история. Начинаю смотреть графики. Параллельно ввожу две дополнительные ноды, чтобы сервер, ну как бы квастер еще жил. Смотрю по графикам и вижу, что namespace никогда не вычищался. Ну тут график примерно больше чем 3 месяца вот это вот растянут. Я пишу разработчикам, пишу, ребята, вот такая вот дела. Что это у нас происходит? Что же выясняется? Что была добычена опечатка в коде, которая выставляла TTL не 30 дней, а 300. Опечатку, конечно же, исправили. Конфигурационные файлы поправили. И все протухшие уже записи вычистили. И сервер вставал достаточно легко и хорошо. И там 176 гигабайт памяти абсолютно не нужно. 176 это не на квастер, это на ноду. Сейчас я более конкретно расскажу про те кейсы, с которыми именно мы столкнулись и которые, может, вы если начнете использовать. У аэроспайка есть очень такие особенности. Я хочу здесь немножко выделить. Вот как пример из жизни. Можно выделить оперативной памяти больше, чем есть на машине. То есть вы сами понимаете, к чему это может привести. Памяти можно выделять больше как и дискового пространства, так и оперативной памяти. Аэроспайк хранит данные блоками. То есть если вы рассчитываете, вот у вас данных будет 100 гигабайт, нет. Так как запись идет блоками, то занимать будет данных намного больше. То есть если блок записан не полностью, следующая запись будет заполнять уже следующий блок. Вот это очень занимательная вещь. Даже описана она в документации аэроспайка. То есть остановка ноды, удаление данных с диска и запуск – это быстрее, чем просто перезапустить ноду с данными. Потому что при перезапуске аэроспайк начинает перечитывать все данные с диска, сверять TTL и уже потом стартует. То есть он не сначала стартует и потом делает эту проверку, а сначала проверяет, потом запускает. Если у вас, допустим, сотни гигабайт данных на диске, то понятное дело, что займет это часа 3-4 запуск нода. Это очень не очень. Поэтому если у вас позволяет replication factor, то проще ноду остановить, обслужить, удалить данные, запустить. Нода моментально входит в кластер, начинает принимать данные клиентов и подсасывать данные уже с остального кластера. Еще замечательная вещь. Аэроспайк позволяет выставлять разный реплика-фактор на разных нодах. Кажется, зачем это может быть нужно? Это не нужно. Можно просто ошибиться, например, в конфигурировании сервера. Но вам сам аэроспайк не скажет ничего, что ему плохо. Он примет эти настройки, он запустится, он соберет кластер, скажет, что с кластером все в порядке и ничего не будет работать. Никаких ошибок в влогах не будет, ничего не будет, просто клиенты не будут получать данные. Это надо иметь в виду. Причем у них в документации еще написано, что мы не рекомендуем это делать. Прямо прямого запрета никакого нет. Плохо совместим с виртуализацией. Аэроспайк — это такое хранилище, которое, можно сказать, что синхронная запись у него. И пока все ноды не ответят, что запись произведена, запись не происходит на диск. И поэтому на виртуализации это работает плохо. Потому что, как известно, машинки в виртуализации гуляют между хостовыми машинами. И переезд машинки может вызывать сетевой простой чуть меньше секунды примерно. И этого времени достаточно, чтобы машинка с аэроспайком вышла из кластера, кластер начал пересобираться, у нас большая нагрузка на ИО, и это очень плохо. То есть это повышенная нагрузка, если в случае чего, может не выдержать. Поэтому в данной ситуации сами рекомендации от аэроспайка — это прибивать тачки к хостам, чтобы они не ездили, и тогда такой проблемы с выпадением не будет. Также присутствует проблема совместимости клиент-сервера при обновлении. Ну при обновлении сервера, допустим, если вы обновляете серверную часть, то он подсосет эти данные, но в случае чего вам нужно откатиться, эти данные уже будут невозможно подтянуть на старой версии. С клиентом все намного веселее. Новый клиент не совсем совместим со старой версией аэроспайка, старый клиент не совсем совместим с новой версией распайка. То есть если обновлять сервер, то нужно обновлять еще клиент сразу. Ну если мы говорим про переходы между мажорными версиями, там вот такая ситуация. Ну и вот ошибка с TTL может выстрелить вам в колено. И вы можете узнать об этом спустя год. И немножко расскажу про метрики и мониторинг, что мы сделали, как сделали, что было. Мы поставили около 40 задач на разработчиков по доработке метрик приложений, чтобы мы получали все метрики с приложения, какие у него сейчас данные, как оно себя чувствует. Плюсом мы снимаем метрики не только самого приложения, но и метрики того, как это приложение ходит в сторонние сервисы и как сторонние сервисы ходят в него. Построили по этим метрикам 50 примерно дашбордов по работе. Столько же дашбордов у нас по внешним взаимодействиям, чтобы мы могли наглядно смотреть, где у нас проблема. И в случае возникновения какой-то неисправности даже не у нас мы могли сказать, а, ребята, у вас что-то происходит, посмотрите. И настроено около 200 алертов как критичных, так и предупреждающих. Ну, критичный алерт – это вот у тебя сейчас практически упало или уже упало. А предупреждающие алерты – это алерты, которые тебе не спамят, тебе не звонят, а в случае какой-либо проблемы мы можем поднять эти алерты, посмотреть, была ли какая-то пограничная ситуация или что-нибудь подобное. Давайте немножко подытожим. Работал ли бы нормально сервис, если бы его не передали команде SRE? Ну, он какое-то время, конечно, бы работал, но что бы случилось дальше? Дальше начались бы неизвестные ошибки. Неизвестно было, где находятся какие данные, как работает бонсировка. И в случае аварии восстановить это было бы достаточно сложно. И давайте немножко подытожим. Тщательно анализируйте инфраструктуру. Даже небольшая опечатка в конфигурации, допустим, той же самой базы данных может привести к проблеме, которую вы не узнаете. Даже если у вас есть алерты на Erospike, мы узнали это от алерта, который пришел на память, на железо. Поэтому при принятии сервиса всегда анализируйте инфраструктуру. Не миритесь с косяками. Если вы видите, что что-то сделано не так, работает неправильно, поставьте задачу на доработку. Обоснуйте, что от этого зависит стабильность сервиса, надежность. Если вы видите, что что-то сложно и можно упростить без какой-либо потери, упрощайте. А если вы видите, что что-то не нужно, то уберите. И помните, что в любой работе возможны ошибки. Это нормально. Спасибо. Вопросы? Раз, раз, раз. У кого-то есть вопросы? Так, сейчас подойду. Спасибо. Очень интересный доклад. Я сфокусировался на явной антирекламе Erospike. Мне немножко интересна предыстория, почему был именно он выбран. Он ведь, насколько я знаю, проприетарный. И, наверное, у него есть какие-то все-таки явные плюсы, которые как бы в этой задаче… Ну, он очень быстрый. То есть быстрее, чем… Ну, практически. Это очень быстрое хранилище. И его достаточно просто обслуживать. Как бы я не описывал, что это такой вот проблемная вещь. Нет, если знать нюансы, обслуживается он достаточно просто. Добавить ноду, убрать ноду, настроить. Там есть свои нюансы, но он достаточно простой. То есть мне все-таки не стоит от него отрекаться? Нет, его обязательно стоит рассмотреть. Конечно, это достаточно интересная вещь. Хорошо, спасибо. Тем более цены на него не особо конские. Их нет. Ну, пока что. Так, у кого-то еще какие-то вопросы есть? Так, вижу. Я свой дам. Я с аэроспайками знаком, но можно назвать какие-то технологии, похожие на него в качестве альтернативности? Похожие. Коиджбейс, например, можно использовать. Ну, у Коиджбейса время ответа будет побольше. Мы его тоже рассматривали как возможную замену и сейчас не рассматриваем уже тоже, потому что его тоже нельзя купить. Сейчас главная проблема – это то, что некоторые решения нельзя купить. Да. Хорошо, спасибо. Так. Сколько у нас еще времечка есть? А, так, вопрос. Ух. Ладно. Мне интересно, вы спрашивали у разработчиков, как же так получилось, что у вас вот этот паровозик из балансеров исторически в свежем сервисе, который только-только написан, вот он сразу такой получился? Ну, если честно, не спрашиваю, но насколько я понял, так делались многие сервисы до этого. Оно так сложилось и поэтому сделали так же. Историческая память. Так, Макс, нам нужен лучший вопрос. Молодой человек про альтернативы распайка спросил. Продолжение следует... Продолжение следует...